Кей-Дзи-Досю или Кей-Кары это класс японских малолетражек, которые на внутреннем рынке живут по особым налоговым правилам благодаря ограничению габаритов и характеристик трехцилиндрового двигателя. Ниссан по-новому взглянул на этот сегмент и подготовил для токийского автосалона концепт не бензинового, а электрического Кей-Кара. Вместо того, чтобы назвать конкретные параметры, японцы лишь упоминают о новой платформе. Известно, что Ниссан АМК оснащен ассистентом ProPilot, но это не футуристический автопилот, а всего лишь адаптивный круиз-контроль, помогающий удерживать машину в пределах полосы. Из области фантастики разве что система дополненной реальности Invisible to Visible, которая с помощью собственных датчиков и данных из интернета может показать, например, невидную из-за поворота пробку. Единственные названные цифры это габариты. По длине и ширине прототип выбивается из разрешенных параметров, но к выходу серийной версии это исправят. Новое поколение электрического Ниссана Leaf сертифицировано у нас еще в прошлом году, но официально не продается. Производитель получил одобрение типа фактически про запас, ведь нынешняя генерация представляет собой глубокую модернизацию предыдущей, и вписать ее в сертификат оказалось нетрудно. Однако судьба Leaf в России приняла неожиданный оборот. Сразу 30 машин пополнили парк московского каршеринга Яндекс Драйв. Это хатчбеки с базовой батареей в 40 киловатт-часов. Обслуживать их будет столичный дилер заряжать сотрудники Яндекса, а ездить можно пользователям старше 26 лет со стажем вождения не менее 6 лет. Субтитры создавал DimaTorzok